Мои приветствия всем! С вами Светлана Добровольская. Ещё раз поздравляю всех с прошедшим женским днём, вообще с весной, с обновлением, с красотой. И хотя я знаю, что нас слушают сегодня и мужчины, и женщины, но всё-таки я обращаюсь к прекрасной половине человечества, к тем, кто готов задуматься о своих прекрасных, неповторимых женских ресурсах и востребовать свою женскую силу. Я назвала своё выступление «Будь богиней». Как? Потому что жизнь, сегодняшняя жизнь, она представляет из себя удивительное смешание таких автоматизмов, привычных стереотипных реакций в огромном количестве людей, в СМИ, в каких-то передачах, книгах, стереотипах поведения людей в ролевых отношениях на работе, с одной стороны. То есть все как биороботы существуют. А с другой стороны, в неожиданном всплеске волшебства, мастерства, позитивной психологии, способности преобразовать жизнь в силы своей мысли. И, допустим, фильм «Секрет», который говорит именно о первичности нашего внутреннего состояния для создания окружающей реальности, он стал настолько же популярным, настолько самые распространённые стереотипы 50-х годов, например. И возникает такая ситуация, когда множество людей, и в частности женщин, достигших достаточно значимых внешних успехов, построивших определённую карьеру, создавших семью, реализованных как в социальном, так и в личном плане, подходят к рубежу 30-летия с сомнением и с разочарованием в этом пройденном пути, в ощущении того, что пирожок, так сказать, на тарелке, к которому так стремились, он совсем не тот, который хотелось бы съесть. И огромное обилие всевозможных направлений выхода из этой тупиковой ситуации, различные тренинги по развитию женственности, различные тренинги по позитивной психологии, коучинг лидеров и философии успешного бизнеса. Масса всяких развивающих программ, которые помогают, предлагают людям востребовать свои собственные уникальные ресурсы, они иногда ставят в тупик в тех ситуациях, в которых нам приходится повседневно ощущать себя кем-то. Я не случайно так назвала своё выступление «Будь богиней» и доволнила его вопросом «А как?». Потому что ещё, допустим, лет семь назад, когда я работала с женщинами, я не могла бы слово «богиня» использовать и востребовать в своём лексиконе. Настолько далеко было состояние обыкновенного человека от восприятия своей творческой, творящей, божественной силы, что лучшее, что можно было развить, это было позитивное мышление. Но мы вступили в эпоху, когда нужно заменить сами основы, чтобы чувствовать себя счастливым. Мало владеть чем-то, мало иметь навыки, мало иметь таланты, мало иметь хорошую внешность, мало иметь успешный сценарий социальной жизни. Всё это не приносит счастья, если в самой душе человека, и в частности я обращаюсь сегодня к женщинам, если в самой глубине души женщины нет удовлетворения от каждого прожитого дня. А вот эта глубина, она носит не социальный характер и даже не личный характер. Она – это ядро нашей божественности, ядро богини внутри нас. И сегодня я хочу коротко поговорить о некоторых моментах, которые может привнести в свою жизнь каждая женщина. Поскольку мой личный опыт, а я консультирую людей почти 17 лет уже, мой личный опыт показывает, что самым сложным является не обучение чему-то, не освоение каких-то техник, мастерства, навыков. Самым сложным является освобождение от блоков, от помех, от сжимающих наши таланты, нашу душу, наши потребности, стереотипов, которые не позволяют проявиться нашей великолепной природе. Мы устроены так, что души наши приходят в этот мир то в женском, то в мужском обличии. С этим можно спорить, но мне эта концепция нравится, потому что она объясняет очень многое. Она объясняет, почему очень часто в женщинах с очень такой сексапильной, красивой внешностью скрывается и даже очевидно проявляется волевой мужской резкий характер. И с другой стороны, множество мужчин сегодня вполне брутальных внешне обладают свойствами охранительницы очага нерешительного, мягкого человека, который в принципе готов отдать вопрос принятия решений женщине. Дело в том, что мы живем в период, когда каждый из нас должен стать целым. Каждый из нас должен обладать психологическими качествами и мужчины, и женщины, поскольку наше выживание обусловлено не героизмом физическим в сражении со зверями или терпением по выращиванию плодов. Наше выживание обусловлено психологической зрелостью, балансом внутренних сил. И это известный факт, что успешные люди совмещают в своем характере качества и мужчин, и женщин, вне зависимости от того, к какому полу принадлежат. Это не имеет никакого отношения к сексуальной ориентации, это именно психологические качества. Если традиционно к мужским качествам относятся импульсивность, решительность, целеустремленность и линейность, то женскими качествами в данном случае я называю способность поддерживать, вдохновлять, напитывать энергией, сохранять и побуждать. Все эти слова, они такие абстрактные, если мы применим их к реальной жизни. Но в моей беседе сегодняшней, я надеюсь, вы услышите несколько моментов, которые помогут вам ощутить то, что вы уже владеете этими женскими талантами, просто вам не приходило в голову разрешить себе применить их в повседневности. Итак, сначала я остановлюсь немножко на портрете той женщины, к которой обращаюсь сейчас. Это женщина какого-то рубежного возраста, или 30 с небольшим, или 40 с небольшим, или 50 с небольшим, потому что в каждом поколении на рубеже десятилетия есть кризисный момент, когда женщина достигает некого социального успеха, какой-то самореализации, как мамы, супруги, возлюбленной, и видит, что ситуация не совсем та, которую она хотела бы иметь в своей жизни, и чувствует, что ей хочется чего-то другого, но рушить уже имеющиеся страшно, применять какие-то решительные шаги для перемен в себе тоже страшно, потому что непонятно, что будет потом. А с третьей стороны, оставлять всё как есть тоже страшно, потому что уже начинаются какие-то внутренние проблемы со здоровьем, или эмоциональным состоянием, или конфликты с ребёнком, или с супругом, или с окружением, или, ну, в общем-то, жизнь подталкивает нас всё равно сделать решительный шаг для того, чтобы качественно изменить ситуацию. Так вот, если мы поговорим о том, что мешает женщинам, достигшим достаточно социально приемлемых успехов, что мешает востребовать свою женственность, то окажется, что мы, женщины, преуспели в мужском мире. В этом мире, как бы, много столетий действовали законы, основанные на праве сильного. И для того, чтобы преуспеть, нам нужно было освоить мужскую модель поведения. Причём совершенно неважно, в какой сфере это происходит. Даже в балете, например, в таком прекрасном виде искусства женственном царствуют мужские законы. Конкуренции, целеустремлённости, битвы за результат. То есть отнюдь не самопроизвольное творческое самовыражение, а упорный труд, связанный с борьбой. Я бы сказала так. Но природа женская, она чем великолепна? Она великолепна тем, что биологический ресурс женщины предполагает генерацию энергии без всяких её усилий. Женщина никак осознанно не влияет на сотворение плода внутри себя. Она может только помешать этому своим неразумным действиям. Она может отяготить эту ситуацию противоестественным поведением. Но улучшить эту ситуацию, сознательно построить, контролировать её, целеустремлённо создавать, женщина не может и не должна. В ней существует природная сила генерации новой жизни, причём наиболее гармоничным, уникальным способом для каждого конкретного случая. Точно так же, как женщина растит в себе новую жизнь, она может также естественно и самопроизвольно растить в себе новые мыслеформы, энергию, которая будет питать её мужчин, супругов, детей, отцов, сотрудников даже. Точно так же самопроизвольно в женщине проявляется энергия витальной силы, красоты физической, гармонии, грации движений, упоение своим телом, которое вдохновляет окружающих на хорошее настроение, на благодарность жизни за существование этих цветов жизни. Прошу за тавтологию простить меня, нас, женщин. Но всё это естественное самовыражение прекрасной женской природы не может быть реализовано, когда мы руководствуемся в нашем действии логическими, линейными схемами, усвоенными в мужской парадигме жизни. И самым трудным в этом кризисном моменте, а я повторяюсь, это может быть кризис 30, 40, 50, даже 60 с небольшим лет. У меня не так давно я получила письмо, в котором буквально такая фраза была. Мне 58 лет, благодаря вам изменилась моя жизнь. Я поздравляю с 8 марта, там восторженные поздравления. Но главное, что я только сейчас начала жить, пишет женщина, такого зрелого возраста. То есть востребовать эту женскую, уникальную, самопроизвольную, естественную силу, которая является силой без усилий, можно в любом возрасте. Но для того, чтобы это произошло, нужно освободиться от некоторых очень устойчивых стереотипов, мешающих нам раскрыть в себе этот потенциал. И первым, самым сложным таким стереотипом является понятие контроля. Если мы посмотрим на природу, если мы посмотрим на то, как прорастает росток, как учится летать птица, как раскрывается цветок, то вы увидите, ключевым условием успеха в природе является своевременность. Не бывает хорошим само по себе проращивание зерна. Хорошим является его прорастание в тот момент, когда благоприятные климатические условия. Зерно само знает, почему именно сейчас под этими лучами солнца прорасти, хотя календарный срок может быть совсем другим. Невозможно раскрыть лепестки цветка без того, пока они не созреют. Невозможно усилием воли ускорить созревание плода, хотя мы с вами знаем, что наша сельскохозяйственная промышленность преуспела в создании плодов, которые дозревают искусственным способом. Все мы знаем последствия этого, далекие от здоровья и далекие от питательности в созревании этих плодов. Так вот, в природе характерной чертой природы является своевременность и отсутствие усилий. Понимаете, зернышко прорастает неумолимо, оно не может не прорасти, потому что в нем заложена творческая сила, которая сама ощущает момент, необходимый для начала этого процесса. Или, допустим, опавшие лепестки цветка, некогда прекрасного, высохшие и упавшие вниз в почву, очень быстро становятся удобрением для нового растения. Ничто не пропадает в этом. Так вот, женская природа, о которой я говорю, она носит свойства именно этого явления. Естественности, непроизвольности, беспроигрышности и своевременности. Теперь давайте посмотрим в повседневной жизни, как выражаются эти качества в роли мамы, супруги, дочери и даже профессионала. Удивительно, но устремление женщины контролировать процесс, а именно побуждать детей учиться, побуждать супругов действовать, побуждать родителей лечиться, побуждать коллег достигать результата, приводит к тому, что вся эта группа лиц все больше и больше инертны, все больше и больше сопротивляются, и все больше и больше усилий нужно вкладывать в то, чтобы добиться своего результата. В этом нет ничего удивительного, потому что от природы естественным была бы ситуация, когда мы, женщины, верим в тех людей, которые рядом с нами. Вера – это не идеалистическое представление о возможности позитивного развития событий. Вера – это энергетическое состояние, когда вы смотрите на ребенка, играющего в компьютерную игру, вместо того, чтобы делать домашнюю работу, и понимаете, что у вас растет талантливый человек. Вот он же прошел на седьмой уровень за 40 минут, а вы даже второй бы пройти не смогли в то время, пока он играет. И, к сожалению, вы знаете, или даже комично, может быть, у меня масса молодых женщин консультируется, у которых мужья, придя с серьезной работой, играют в компьютерные игры, как дети. И жены сатанеют по этому поводу, и возмущаются, и говорят, что он ведет себя инфантильно, как ребенок, воюет с ним. Вместо того, чтобы восхититься тем, что человек нашел себе компенсацию своего вынужденного времяпровождения на нелюбимой работе, я, надо сказать, что это целое искусство найти для себя дело, приносящее удовлетворение и одновременно доход. И хотя это неизбежно будет, если вы встали на этот путь, но нужно пройти некоторый период времени, пока это случится. И, конечно, два супруга сразу искать применение своим силам, скажем так, исходящее из воодушевляющего действия, не могут, потому что для того, чтобы физически прожить в этом мире, нужно как-то разделить полномочия, легировать. Вам нужно кушать каждый день, а превратить свое хобби в профессию, для этого нужно время. Так вот, супруг, который, можно сказать, жертвует собой на весьма высокооплачиваемой работе ради семьи, он приходит домой и хочет как-то компенсировать это напряжение за компьютерным столом. А супруга в это время, применяя мужской метод воздействия, контролирование оценки и преображение ситуации исправлением, она парализует его, потому что что делает человек вынужденно отдыхающий? То есть отдых – это следствие потребности. И если вы мешаете человеку отдыхать, он будет замыкаться, прятаться, выключаться. То есть на таком детском языке под расходом сказать, да он слинял, то есть его нет. А наиболее распространенная претензия молодых женщин ко мне, ну и даже и немолодых женщин – это инерция супругов. Так вот, инерция супругов – это прямое следствие активности женщин, активности, направленных на других. Активности, направленной на других. И вот в небольшой статье, предваряющей мою запись, я написала о том, что в нашей культуре слово «женственность» связано со словом «слабость». Это совершенно не так. Можно сказать, слабая природа, слабая природная сила. Или можно сказать, слабая, я не знаю, Диметра, или слабая Афродита, или слабая Афина-Паллада божественная. Но я применяю эти образы античные, потому что они известны всем, как облики одновременно женственные и в то же время полноценных личностей. Невозможно так воспринять эти слова. А выражение «слабая женщина» вроде бы несет в себе какой-то позитивный такой налет, но реально в жизни показывает, что на слабые женщины едут. Поэтому вопрос не в том, чтобы быть слабой. Вопрос в том, чтобы перестать быть контролирующей. Подлинная сила не требует в своей жизни проявления победы и подавления другого. Подлинная сила всегда поддерживающая. Даже наиболее сильные мужчины, как правило, добродушны, неагрессивны и физически даже сильны в самом таком мужском проявлении, они не спешат проявлять свою силу, потому что подлинная сила, она всегда спокойна. Почему же наши женщины не могут демонстрировать в повседневной жизни вот эту подлинную женскую силу, когда с одной стороны женщина не сомневается, что и без нее все получится так, как надо, а с другой стороны она никогда не согласится на то, чтобы, грубо говоря, сели ей на шею. Потому что наши дорогие и милые женщины не знают, не верят и не чувствуют в себе вот этой вот удивительной способности быть собой. Так вот, возможность отказаться от контроля окружающего, возможность перестать давить, возможность перестать теребить, воздействовать, а типов воздействия женщин очень много. От вошедших во все анекдоты понятия пилы, первый год жена милочка, второй год жена пилочка. Такое выражение есть. И кончая авторитарную мамашу, которая гнобит всех подряд, супруга и детей, соседку и всех остальных. Вот это вот давление женское, оно в самых разных обликах представлено. Еще Пушкин писал такую фразу, черт ли справится с бабой гневной. У Пушкина в сказке царя Салтане есть два образа женщины. Образ царевны лебедь, прекрасный, возвышенный, который, кстати, говорит, но жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь и за пояс не заткнешь. И сварливых баб, этих всех сестер царицы, сватиба Бабарихи и так далее. То есть вот этот облик женской силы, он патологичен. Но та же самая царевна лебедь, она ведь не слабачка тоже, она ведь независима, она ведь не уязвима. Наоборот, она на вершине стоит. Почему это происходит? Потому что для того, чтобы ощутить свою женскую силу внутреннюю, нужно раскрыть в себе два момента. Первое. Нужно понять, пока мы не станем великодушными, пока мы не разрешим людям быть несовершенными, мы не можем разрешить себе ошибаться, не можем разрешить себе иметь какие-то слабости. А пока мы не разрешаем себе какое-то элемент несовершенства, мы не можем проявить и совершенство тоже. Не зря любовь к себе, когда начинаем мы заниматься на своих курсах и тренингах этой темой, любовь к себе удивляет людей прежде всего тем, что нужно принять свои стороны, не вызывающие восторга. Но я повторюсь, я во многих своих записях об этом говорила, в природе не существует ничего абсолютно правильного и хорошего. Любой прекрасный цветок асимметричен, любая веточка имеет выступы и загогулины. И именно поэтому она растет и развивается, потому что геометрически правильная фигура замкнута, закончена в себе, она мертва. Точно так же мы сами, испытывая к себе претензии, испытывая недовольство собой, мы парализуем возможность раскрытия своих прекрасных качеств. Но самое главное, и здесь вот очень важно это мне внести до вас, что в сущности между нашим ощущением себя и нашим ощущением других людей биохимически нет разницы. Если вы с отвращением смотрите на какого-то домочадца, и особенно на мужчину, папу, мужа, брата, сына, по поводу каких-то качеств вам кажется, вы недовольны чем. Вы вырабатываете букет, биохимический букет гормонов и определенных веществ, гуморальной жидкости в организме, которые несут вот эту информацию, непринятие, антипатии, недовольство, создают угнетенный или агрессивный гормональный фон. То есть, грубо говоря, мысли недовольства от других отравляют нас самих. И мы не можем одновременно, будучи недовольны другими, мы не можем одновременно быть довольными собой. Потому что мы в этот момент через себя пропускаем энергию и недовольство. И удивительно то, что когда женщины на моих курсах или на курсах Алены начинают работать над тем, чтобы сосредоточить свое внимание на себе, чтобы уделить время тому, как поддержать у себя хорошее настроение, высокий жизненный тонус, последить за своим дыханием, позаботиться о том, чтобы у вас был полный набор ощущений для органов чувств, чтобы вы получали впечатления в течение дня, зрительные впечатления, ароматы, вкусовые ощущения, комфорт в одежде, комфорт в движении. Если вы сосредоточены на себе, вы генерируете массу положительной энергии, которая возвращает вам, раскрывает вас это состояние богини, самодостаточной женской силы, не нуждающейся во внешнем подтверждении, не нуждающейся в самоутверждении за счет подавления своих мужчин, не нуждающейся в конкуренции, потому что от природы у женщины есть способность к созиданию. Биологически есть такая способность. Мужчина развивает эту способность, преобразуя мир, тренируясь, преодолевая сложности, а женщина рождает с этой способностью. Внутри ее происходит генерация энергии, которая позволяет создать из несуществующего что-то существующее новое. И когда мы начинаем заниматься именно тем, чтобы позаботиться о комфорте своем, собственном, личном, а у каждой из моих героинь, моих клиентов и участниц курса свои белые пятна, свои провалы, свои какие-то тупики, в которых уходит, утекает жизненная сила, вызывая раздражение, претензии к окружающим, а значит претензии к себе. То есть это такая довольно тщательная работа, которая позволяет выбрать, определить и залатать те дыры, куда утекает наша жизненная энергия. Но тем не менее, ключевые моменты у всех очень похожи. Ключевые моменты, они касаются непринятия себя, вызванной детскими травмами, непринятия себя, вызванной ложной картиной мира, когда женщина связывает свои успехи с достижениями во внешнем мире. Поскольку когда-то ее хвалили за хорошие оценки, за дипломы, еще что-нибудь, или у кого-то хвалили за то, что она хорошая хозяйка. В общем, условная любовь была. Но в отличие от мальчиков, от мужчин, с которыми я тоже работаю, у женщин, возможность исцелить эти травмы, она в сотни раз лучше. Потому что женщина может быть мамой самой себе. Мужчине сложнее быть мамой самой себе. Папина любовь, она обусловленная. Папа любит за победы. А мама в идеале любит просто за то, что ты есть. И когда мы с детства получили некий набор травм жизненных, некий набор уроков, которые ущемили наше самолюбие или внесли в нас страстное желание получать одобрение от окружающих. Или внедрили в нас мысль, что нужно вокруг себя постоянно всех строить и воспитывать. То есть, когда вот эти все программы в нас живут, женщина, обнаружив их и осознав, и применив определенные технологии, инструменты определенные, она сама себя может исцелить. Мужчине это сложнее сделать. Если мужчина не получает встречной волны одобрения, поддержки со стороны какой-нибудь женщины, неважно, дочка это сестра, подруга, соратница, коллега, специалист-психолог, это сделать сложно, потому что мужчина выбрал в этой жизни, так как он родился мужчиной, внешнюю реализацию, не внутреннюю реализацию. Хотя я знаю таких мужчин, которые сумели сбалансировать свою женскую мужскую природу и воспользовались этим ресурсом женственности внутри себя. Но я обращаюсь к женской аудитории. Дорогие мои, сила внутри вас. Не нужно разбивать в кровь лоб сопротивление ваших домочадцев. Не нужно заниматься тем, чтобы сделать их досуг интересным и насыщенным, профессиональные успехи более результативными. Нужно заняться собой. Если вы займетесь тем, чтобы вам было хорошо и комфортно, а бросите на произвол судьбы своих мужчин, очень быстро вы увидите, что их дела пошли в гору. И они стали гораздо более трудоспособны и лучше решают свои проблемы. Но самое главное, когда вы рядом с ними находитесь в вдохновленном, довольном состоянии и видите в них некие достоинства, которые теперь вызывают у вас симпатию. Вы можете просто принять тот факт, что на данном этапе они не совершены каких-то вопросов. Но то положительное, ради чего вы живете с этим мужчиной, для вас очевидно. Невозможно оценить положительное в мужчинах, пока вы недовольны собой лично, пока вы устремлены на внешний результат, пока вы хотите доказать окружающим, что вы молодец. Но когда вы начинаете заботиться о себе и говорить, ты молодец, моя ласточка, ты хорошо и правильно делаешь, что ты позаботилась вот так вот о себе, а сейчас мы с тобой пойдем, мы погуляем в парке, а сейчас мы пойдем на фитнес, а сейчас мы в ванне полежим, сейчас мы выпьем вкусное кофе с прекрасным десертом, который мы выбрали. Понимаете, в эти моменты вы раскрываете внутри себя эту божественную энергию самопроизвольного творения, которая позволяет вам достигать в том числе и профессиональных целей. Если сказать коротко, то мужская сила – это сила контроля, а женская сила – это сила доверия, сила доверия Вселенной, доверия природе, доверия потоку, можно сказать, экзистенциальное доверие, потому что в природе все взаимосвязано. И я повторяю, семечка прорастает в нужный момент именно потому, что чувствует именно то количество света и тепла, которое необходимо для прорастания. И у каждой женщины есть внутри этот интуитивный компас. Но я работаю много лет и знаю многих, которые годами пытаются в себе этот компас как-то расшевелить, раскрыть и услышать. Просто потому, что не могут простить свое окружение. Разрешите окружающим вас мужчинам быть несовершенными. Разрешите им быть такими, какие они есть. Если при этом в них, в ваших мужчинах, не находится качество, вызывающих у вас уважение, почему вы находитесь рядом с этими мужчинами. Гораздо лучше будет, если вы какое-то время останетесь одна и осознаете, кто вам нужен в вашей жизни. И поверьте мне, если вы научитесь получать упоение от собственной жизни, от своего тела, от своего внутреннего самовыражения, от того, что вы получаете удовлетворение для своих органов чувств, если вы обязательно занимаетесь каким-то творением, каким-то творчеством, неважно, вышиваете оригами, мыловарение, рассада цветов или танцы, но если вы занимаетесь творчеством, вас начинает просто фонтанировать жизненная сила, которая изнутри освещает ваше лицо светом, глаза сверкают, движения ваши приобретают совершенно другие, грациозные такие формы, и вы не можете не притянуть в свою жизнь мужчин, у которых есть потребность потребность восхититься и позаботиться о такой женщине. Но, повторяю, это невозможно сделать, если мы не хотим признать того факта, что окружающее только отражает наше недовольство собой. Сначала нужно очистить свое внутреннее пространство от тех блоков, комплексов, от тех травм, которые мы не смогли преодолеть до какого-то возраста. Есть хорошая новость. Все проблемы, вызванные детскими неприятностями, недооцененностью со стороны родителей, обидой на учителей или недовольство своей внешностью, все эти проблемы, это, знаете, это как бы законсервированная энергия. Что такое, говорят, у меня психологический блок. Что такое блок? Это вот в потоке энергии возникло завихрение, оно уплотнилось, и такое желе, а потом вообще плотный кирпич, можно сказать, лежит. Но этот кирпич, он сделан из энергии. И когда вы разоблачаете свой какой-то комплекс, когда вы находите решение, когда вы прощаете тех, кто побудил вас поступить так или иначе, когда вы осознаете, чему вас научила эта ситуация, вы освобождаете эту энергию. Куда идет эта энергия? Она идет на ваше процветание. Поэтому те люди, которые занялись своим самосовершенствованием осознанно и прошли какие-то программы, направленные на любовь к себе, и в частности, вот на нашем портале ключи мастерства, вы прошли флешмоб или шаг к себе, вот этот цикл совместный, наш соленый. Вы убедились, что преодолевая свои проблемы и комплексы, вы обогащаетесь энергией. То есть вы не выбрасываете их как бы с дороги, а вы растаиваете эти ледяные комья, и эта влага живительным образом питает вас же. Прибавляется самочувствие, улучшается. У вас внешний вид совершенно меняется, вы вдохновлены, вас окружают, стали, начинают окружать совершенно другие люди, с которыми вам интересно и комфортно находиться. Вы принимаете решения, о которых не подозревали, вы принимаете какие-то, предпринимаете такие шаги, которые кардинально меняют вашу жизнь именно потому, что у вас появилась энергия и силы из преобразованных проблем. Не надо бояться проблем. Чем больше у вас осложнений, чем больше у вас комплексов, зажатий и там всяких других неприятностей, тем больше у вас ресурса. Надо только захотеть его преобразовать. И когда вы начинаете с этим работать, то вы действительно как торпеда взлетаете вверх. И в этой связи я хочу сделать небольшой анонс. Скоро стартует новый курс, направленный на преображение женской нашей природы. Анонс здесь есть на сайте. Он адресован именно тем женщинам, которые хотят освободить, раскрыть свою женскую творящую силу, работая с теми блоками, проблемами и стереотипами, с теми зависимостями, патологическими потребностями, которые отнимают возможность чувствовать себя богиней. И я приглашаю всех на этот курс, не всех, а тех людей, которые готовы работать над собой, я так приглашаю, потому что этот курс в своем построении он использует лучшие инструменты из моих индивидуальных курсов по восстановлению женственности и из курсов Алены по развитию самоценности с учетом текущего момента. Мы не случайно сделали этот курс протяженным на три месяца, потому что подлинная перемена в себе, она должна закрепиться в тени. От того, что вы что-то поймете, от того, что вы что-то попробуете применить и в жизни, кардинально ваша реальность не изменится. Но если вы шаг за шагом, день за днем направляете свое внимание на определенные вопросы и прорабатываете их, то ваше тело осваивает другие алгоритмы действия и на каком-то этапе вы действительно реально преображаетесь, перерождаетесь. У вас появляются новые автоматические реакции и в той ситуации, где вы бы раздражились или, может быть, заплакали или обиделись, теперь вы просто можете улыбнуться и похлопать по плечу того человека, который хотел вас довести. И вот эта вот энергия богини, позволяющая пробуждать в каждом встречном лучшее, вдохновлять каждого встречного на лучшее, эта энергия расцветет вам в вас пышным цветом. Конечно, на этом пути всегда существует такое волнообразное движение. На каком-то этапе вы чувствуете сильный прорыв, потом шаг назад, потом опять прорыв, но в целом эта синусоида, она неуклонно идет вверх. И те, кто проходил мои курсы длительные, два-три месяца, те знают, что подлинный эффект наступает позже, после закрытия уже курса. Тогда, когда усвоенные и полученные в процессе занятий становятся повседневным опытом. Итак, я призываю вас верить в себя, призываю вас заглянуть и признать тот женский, заглянуть в себя и признать тот женский потенциал, который вам присущ, просто потому, что вы родились женщиной, и верить в то, что дорогу осилит идущий. И тогда очень многие, очень многие жизненные цели не достигаются нами, а являются следствием волшебной формулы. Обстоятельства складываются так, что я нахожу любимую работу, которая приносит мне необходимый мне доход. Или обстоятельства складываются так, что я встречаю человека, с которым мне созвучно развиваться и идти по жизни. Или обстоятельства складываются так, что мой ребенок находит любимое дело по душе, и я нахожу альтернативную форму образования. Или еще что-нибудь. То есть, если мы активируем в себе женское начало, основанное на подлинной женской силе, силе принятия и доверия, если мы актуализируем в себе творящее принятие самой себя, своей удивительной женской природы, то нам не нужно прилагать усилий для того, чтобы снаружи наша жизнь делалась лучше. Это происходит естественным путем. Так же, как солнце светит и растаивают льдины вокруг, так же точно, когда мы сияем, наша жизнь вокруг нас складывается совершенно другим образом. Желаю вам успеха и буду рада видеть вас на своем курсе, который вместе с Аленой мы начинаем на следующей неделе. Всего доброго! С вами была Светлана Добровольская. Субтитры создавал DimaTorzok